Эти люди работники крупного градообразующего предприятия Маршанск Химмаш. Всего на заводе трудится 192 человека. И работа эта исправно оплачивается. Новый инвестор вдохнул жизнь в некогда проблемное предприятие. То, что волнует химмашевцев сегодня, это накопленные долги по зарплате за прошлый период. За 17-18 год в производстве управления Следственного комитета по Тамбовской области находилось три уголовных дела. Два из которых связаны непосредственно с невыплатой заработной платы. По одному делу была задолженность 29 миллионов, по второму 28. И они в равной степени были выплачены. Но в период расследования второго дела образовалась уже новая текущая задолженность. Ситуацию на заводе контролируют в администрации области. И лично глава региона Александр Никитин подчеркивает первый вице-губернатор Александр Ганов. Вопросов к руководству завода сегодня немало. Искать ответы предстоит следователям. Однозначно вариант найдем по выплате начисленной заработной платы, мы его найдем. Несмотря на то, что у предприятия, прозвучало, может быть неправильно поймете, у предприятия денег нет. То есть все деньги, которые у предприятия были, на сегодняшний день они потрачены. Они потрачены в основном на выплату заработной платы. И задача администрации сейчас в том и состоит, чтобы найти механизм, по которому отдать вам эти деньги. Два варианта того, как именно это можно сделать, региональная власть уже прорабатывает. Вопрос о выплате премиальных, который особенно актуален для работников, тоже решаемый. После вступления в силу судебного решения он будет рассмотрен отдельно. Важно, отмечает Александр Ганов, чтобы заводчане были готовы к диалогу с властью. А большинство химашевцев сегодня заинтересованы в развитии предприятия. Юлия Савушкина, Анна Мусатова, Область новостей.